Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. В Югре фирму, которая занимается возвратом просроченных задолженностей, оштрафовали за назойливость. Кроме улыбающейся рыбы, в Сургуте еще много интересного. Корреспондент нашего телеканала прогулялась от одной удивительной скульптуры к другой. В Нижневартовске постояльцы реабилитационного центра изготавливают маски для одиноких пенсионеров. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре коллекторов привлекли к ответственности за назойливость. Как сообщил представитель окружной службы судебных приставов, проверку деятельности фирмы, которая специализируется на возврате просроченных задолженностей, провели по обращению жительницы Нефтьюганска. Женщина задолжала строительному кооперативу 60 тысяч рублей. Коллекторы выкупили этот долг и стали требовать его у женщины. За два месяца они отправили 79 голосовых сообщений, при этом отправитель не сообщил информацию о себе. Когда судебные приставы отправили коллекторам запрос о ситуации, те, в свою очередь, простили женщине долг и попросили ее отозвать свое обращение. Однако в отношении коллекторской фирмы составили протокол о нарушении прав потребителей. Теперь по решению суда организация заплатит штраф 60 тысяч рублей. В соответствии с действующим федеральным законом номер 230, при осуществлении мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности, направляется разрешать сообщения должнику не более двух раз в сутки, не более четырех раз в неделю и не более 16 сообщений в месяц. Осуществлять телефонные переговоры разрешается не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более восьми раз в месяц. Хотел продать гараж, а потерял свои деньги. За сутки югорчане 11 раз попадались на уловки мошенников, которые орудуют дистанционно. Всего жители округа лишились 1 миллиона 400 тысяч рублей. Большинство случаев зарегистрировали в Сургуте. Так житель этого города разместил на сайте объявлений информацию о продаже гаража. С югорчанином связался якобы покупатель и сообщил, что внес средства, но переплатил. И убедил сургутянина вернуть излишки. В итоге продавец потерял 150 тысяч рублей. А 47-летняя жительница Ханты-Мансийска, наоборот, обманулась на онлайн-покупке. Она заказала себе меховые изделия и перечислила за них более 4 тысяч рублей, но доставки так и не дождалась. Также не получила заказанный через интернет товар жительница Нижневартовска. Она хотела купить для своей организации деревообрабатывающий станок. Уплатила 20 тысяч рублей, но оборудование не получила. По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. В Югре за прошлые сутки в авариях пострадали двое детей. ДТП произошло в Ханты-Мансийске. По предварительным данным, молодой водитель на ВАЗ-2114 при повороте налево не предоставил преимущества Митсубиси. Результат столкновения. Трое пассажиров отечественной машины получили травмы. Среди них дети 13 и 10 лет. Всего же за 24 часа в Югре произошло два ДТП. Инспектор задержали шесть пьяных водителей. Двое из них сели за руль под градусом не в первый раз. 25 автомобилистов оштрафовали за выезд на встречку. Еще 12 югорчан пренебрегали здоровьем собственных детей и перевозили их без ремней безопасности. 215 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. 42 человека заболели в Ханты-Мансийске, 36 в Сургуте, 35 в Внягане, 17 в Нефтьюганском районе. Менее 15 случаев еще в 15 городах и районах Югры. На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 47 зафиксирована пневмония. У 9 человек коронавирус протекает без симптомов. За сутки на коронавирус обследовано 1630 человек. Коэффициент распространения инфекции на 0,07 выше единицы. Состояние 151 пациента медики оценивают как тяжелое. 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 225 человек, а за весь период пандемии 29 479 югорчан. Помогая другим, помогаешь себе. Реабилитанты центра «Феникс» в Нижневартовске поддерживают своих земляков, которые живут в специальном доме для одиноких пенсионеров. Волонтерство – одно из направлений, с помощью которого молодые вартовчане, оказавшиеся в сложной ситуации, проходят восстановление и возвращаются к нормальной жизни. Сейчас в центре постоянно живут и проходят реабилитацию 15 человек. О своей благотворительной деятельности они рассказали нашему корреспонденту Алексею Шабанову. Почти как в школе – урок кройки и шитья. Правда, в «Фениксе» сейчас шьют не фартуки и платья, а защитные маски. Этот предмет гардероба в нынешние дни очень актуален. Особенно для пожилых людей, которым трудно взяться за нитку и иголку. Многие люди, кто не могут сделать это самостоятельно, и от осознания того, что я могу кому-то помочь хотя бы чем-то, от этого мне самой становится лучше. Технологию реабилитанта освоили очень быстро. Сначала полностью обеспечили себя, потом взялись за помощь городским социальным учреждениям и больницам. Масочный конвейер в «Фениксе» работает с самого начала пандемии. Это и трудотерапия, и волонтерство одновременно. Нужно было срочно маски. Покупать негде было. В аптеках нигде практически невозможно было найти. Решили собственными силами, ну, есть оборудование, есть люди, есть специалист, который знает, как это сделать. Решили самостоятельно делать маски, то есть шить. На этот раз маски доставляют в специальный дом для пожилых людей. Здесь предоставляют жилье одиноким пенсионерам, за которым некому ухаживать. Сейчас в доме постоянно проживают 44 человека. Конечно, мы очень довольны. У нас проживают граждане старше 65 лет, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию. И вот эти масочки не очень важны для них, конечно, потому что введен обязательный масочный режим. Не каждый может позволить себе купить маски. Хорошее подспорье нам. Почти сразу договариваются еще об одном добром деле. Реабилитанты помогут администрации украсить к Новому году территорию центра. Для этого сначала устроят мозговой штурм, разработают проект, а затем примутся за дело. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневарковск. В «Югре» сегодня стартовал пятый международный форум гражданской инициативы регионов 60-й параллели. Мероприятие пройдет в онлайн формате. Деловая программа форума рассчитана на 15 дней. Всего запланировано более 50 мероприятий. Программа форума разделена на три тематические направления. Национальные проекты и участие в их реализации гражданских инициатив, некоммерческие организации и социальное предпринимательство, а также добровольчество. Для удобства участников Центр гражданских и социальных инициатив «Югры» разработал мобильное приложение. Оно обеспечит доступ к трансляциям и записям видео, а также поможет просматривать актуальные новости форума. Что делать с бездомными животными? Этот вопрос подняли сегодня на приеме граждан. Губернатор Наталья Комарова открыла декаду приемов, посвященную 19-летию основания Всероссийской политической партии «Единая Россия». Общение с югорчанами происходило с помощью видеоконференц-связи. Так, например, активист молодой гвардии Даниил Гордеев попросил содействия в создании приютов для животных. Согласно законодательству, бродячих животных сейчас отлавливают, затем стерилизуют, ставят прививки, чипируют и возвращают в среду обитания. Глава региона отметила важную роль общественников в том, чтобы животные не оказывались на улице. В округе есть как частные, так и муниципальные приюты. Новый приют скоро откроется в Югорске. В Фанты-Мансийске под такую организацию выделяют землю. Волонтеры могут воспользоваться грантовой поддержкой округа. До 10 декабря югорчане могут обратиться к партийцам во всех муниципальных образованиях округа. Югорчане могут проголосовать за необычный памятник улыбки, который уже 14 лет украшает Сургут. Бронзовая скульптура принимает участие во всероссийском конкурсе «Скульптура». По его итогам определяют самое необычное извояние страны. Голосование продлится неделю до 7 декабря. По его итогам сургутская улыбка может попасть в топ-10. Сургут богат необычными арт-объектами. В городе более десятка причудливых скульптур. Это памятник героическим профессиям, медицинской сестре, педагогу, строителю, а также сказочным персонажам из любимых мультфильмов. Обо всем подробнее в следующем сюжете. В славном городе Сургуте живет мудрая и веселая рыба. Она смешит речных жителей и шутит над щуками и волками. Не зная страха, русалка рассказывает ее анекдоты людям. И всем становится весело и легко жить. И если даже рыба улыбается, то и нам грустить незачем. Именно так гласит легенда, придуманная автором скульптуры Олегом Дергачевым. У сургутской улыбки украина канадские корни. На создание скульптуры автора вдохновила миниатюрная улыбающаяся рыба, установленная во Львове. На свою версию художник из Канады усадил русалку в шапке-ушанке. И вот уже 14 лет творение мастера украшает одну из улиц Сургута. Эта рыба один, мне кажется, из любимых арт-объектов, но я так думаю. Потому что обратите внимание на ее руки, они просто отполированы руки у рыбы до зеркального блеска. Потому что всем так хочется прикоснуться к этим рукам. И, по-видимому, это, наверное, счастье какое-то дарит людям, может быть, везение. Мы надеемся, что сургутяне, жители нашего города, проголосуют в декабре месяце за наш памятник «Улыбка». Помимо улыбающейся рыбы, в Сургуте есть и другие, не менее экстравагантные бронзовые изваяния. На улицах сибирского города можно встретить, например, легендарного черного лиса. На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» красуется скульптура черного лиса. Это гербовый символ, а по совместительству покровитель города. Кстати, идея создания скульптуры принадлежит тобольскому скульптору-костарезу Минсалиму Тибергазееву. Отливали бронзовую скульптуру в Санкт-Петербурге, а доставили самолетом в Сургут. Именно с этого лиса в Сургуте начался настоящий лисий бум. Изображение этого красивого зверя можно встретить буквально везде. Впрочем, прогуливаясь по улицам, можно встретить и других сказочных персонажей. Еще один необычный арт-объект установили на территории Сургутской городской клинической поликлиники номер один. Скульптура называется «Доктор Айболит». Установили для того, чтобы маленькие посетители больницы не боялись ходить на прием к врачам. Сначала в компании Айболита были только белка и барбос. Лиса появилась позже. На разработку эскиза и изготовление этой композиции ушло около года. Арт-объект весом в полтонны отлил из бетона местный скульптор-любитель Виктор Макеров. Впрочем, помимо извояний живых персонажей, есть в городе памятники и довольно неожиданным предметом. Еще один популярный арт-объект города Сургута – двухметровая банка сгущенного молока. Арт-объект является собой точную копию банки с бело-синей этикеткой, только значительно увеличенную в размерах и к тому же открытую. Кстати, идея ее создания появилась случайно. Сургутская мэрия проводила конкурс на дизайн афишных тумб. Один из конкурсантов предложил такой вот необычный вариант. Жюри решила, что такой проект заслуживает отдельной жизни. Городская среда Сургута отличается значительным количеством памятников. Скульптурных композиций, малых архитектурных форм, часть из которых являются необычными, нетривиальными и отличают наш город от других городов. В общем, есть на что посмотреть. А что касается самих сургутян, их такое соседство радует. Более того, многие высказываются за создание новых, еще более креативных культурных мест притяжения. Да это замечательно. Конечно, замечательно. Не обязательно же иметь вот такие памятники, которые только каким-то датам или что-то. Можно иметь замечательные памятники, просто такие, даже не памятники, а какие-то знаки там. Ну, чтобы веселее хоть немножечко жить было. Так грустно сейчас. Люди, как обычно, собираются около памятника, фотографируются. Как? Я считаю, что это очень даже хорошо. Это необычные памятники, но на территории старого сургута. Какой? А? Ну как, улыбающийся рыбе. Верно? Да. Ну, черный лис. Мало, конечно, интересных памятников. Хотелось больше, чтобы город был интереснее для нас, жителей и для гостей города. Все эти необычные скульптуры – часть неповторимого облика города. Причем каждая уже обросла легендами и поверьями. Потереть ладошки, положить монетку, обойти несколько раз и загадать желание. Завязать ленточку на счастье. Вроде бы нехитрые дела, но каждая из них добавляет капельку волшебства в обыденность. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра» Сургут. Строительство храмов и мечетей в Югре будут согласовать с местными жителями и общественниками. Об этом рассказала Наталья Комарова на совещании по обеспечению правопорядка. Отмечу, сейчас в округе около двух сотен религиозных организаций. В их ведении находятся 162 объекта и территории. Строительство некоторых вызвало разногласия, однако все конфликты удалось уладить в ходе общественных обсуждений. Наталья Комарова поручила разработать регламент взаимодействия чиновников с общественными и религиозными организациями при создании культовых объектов в Югре. В данном случае от органов местного самоуправления требуется при исполнении административных процедур принятие решений, которые участвуют в особенности. Например, на территории, в том числе инфраструктуру, условия проживания, аграрные, исторические сложившиеся на их жизни. Снега в Сургуте мало, а вот льда хватает. К такому выводу пришли резчики льда из Перми, которые уже оформляют будущие ледовые городки на семи площадках города. И, кстати, сургутяне выбирали сами интернет-голосование. Все работы, как обещают скульпторы, будут завершены к середине декабря. Оперативно их планируют проверить на предмет безопасности, чтобы пустить туда маленьких сургутян. Резчики приоткрыли завесу тайны. Ледяные скульптуры в этот раз сделают по мотивам сказок «Союзмультфильма» не обойдут стороной тему 90-летия Югры. Подробнее расскажет Ольга Предоха. Все смешалось. Кругом льдины. Из таких блоков через пару недель вырастут хрустальные Дед Мороз со снегуркой, резные заяц и волк из любимого «Ну, погоди». Есть и сюрпризы. Эскизы скульптур к 90-летию округа хранятся в строжайшей тайне. Их согласовывали с мастерами «Ледяной сказки» несколько месяцев. Не каждый скульптур может работать. Часть ребят у нас пришло к нам из камнерезов, скажем так, да, кто умеет работать именно с гранями, с огранками. Вот, часть пришло из художественных школ. Поэтому здесь ребята работают, ну, скажем так, вот из Пермского края, из Удмуртии. Попозже, наверное, подлетят ребята из Москвы и из Московского региона. Лед на площадке завезли заранее. Он тоже готовился по правилам. Рассчитывалась плотность воды в водоеме, а еще температура заморозки. Чтобы каждый блок был чистым, специалисты даже изучали поверхность дна. Говорят, если он илистый, то кристальной прозрачности добиться не выйдет. Много нюансов и в работе монтажников. От их укладки блоков по 400 килограмм каждый зависит и прочность конструкции, и геометрия линий. У меня подушка, на которой ставится лед. Лед поставили, выстрелили по уровню, проливаем его водой, чтобы он схватился. Сколько нужно времени, чтобы горку возвести такую? День. День? Даже чуть меньше, конечно. Горячо, если даже не сказать, что жарко, на семи площадках Сургута. Ледовые городки в этом году ставят пожеланиям граждан на тех местах, за которые они отдали свои голоса накануне. Больше всего сургутяне ждут ледовые городки на центральной площади и в парке Кедровый лог. Это новые общественные пространства. Их открыли минувшим летом, но они уже успели полюбиться горожанам. Скульптуры появятся, кроме этого, и по проспекту Мира, в пойме Аби, возле парка «Россия. Моя история», а еще в сквере детства. Всего на новогодние площадки власти сургута потратили около 8 миллионов рублей. Подрядчик у нас, значит, уже сегодня получил эти места. Для него они не новые, поскольку подрядчик у нас, в принципе, тот же, который на протяжении уже нескольких лет выигрывает аукцион. Территория знакома ему, площадки знакомые. Да, есть новое место, площадь Сургу, с ней индивидуальные, он будет работать. За лирическими вопросами зимней сказки власти города обещают не забыть самый важный для них вопрос безопасности. Каждую горку, ледяную фигуру и снежные скульптуры, прежде чем открыть для общего пользования, они проверят по всем правилам. Есть определенный уклон. Как правило, это от 35 до 45 градусов. Соответственно, все горочки подпадают под гост. На каждую горку оформляется отдельный паспорт. Ждать новогодние сказки сургутским ребятишкам осталось всего-то две недели. По прогнозам синоптиков, конец декабря в городе будет не слишком морозным. А значит, можно будет вдоволь нагуляться и рассмотреть каждую скульптуру. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут. Спектакль Ханты-Мансийского театра «Кукол» признали лучшим на международном большом детском фестивале. На конкурс Югорский театр представил постановку «Бах-бах-бах». Это военно-цирковое представление для детей и взрослых. Спектакль рассказывает о войне глазами цирковой собаки, хозяин которой ушел на фронт. Специально по заказу Большого детского фестиваля телерадиокомпания «Югра» сняла видеоверсию спектакля. Онлайн ее смогли посмотреть зрители всей России и всего мира. В конкурсе приняли участие более 40 постановок из 25 городов. В результате жюри смотра признало представление из Югры лучшим спектаклем театра «Кукол» для подростков. Югорских футболистов вновь вызвали в стан национальной команды. Сейчас сборная России по мини-футболу находится в Подмосковье, где проходит подготовку к отборочным матчам на чемпионат Европы 2022 года. На этот раз старший тренер команды Сергей Скорович пригласил сразу пять футболистов из «Газпром-Югры». Всего же к Евро готовится 16 игроков. В декабре сборной России предстоит сыграть с тремя соперниками в группе. Это сборные Франции и Грузии, а также победитель пары Болгария и Армения. Следить за новостями телеканала Югра теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах его легко запомнить. А у меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Дмитрий Ярошенко. Кратно сокращается, а вести переговоры становится гораздо проще. Качество стало намного лучше, звука именно, звучание. То есть я при разговоре могу взять трубку, разговаривать, открыть, свернуть и сидеть в интернете одновременно. То есть если это, например, долгий разговор, то очень удобно. Крупнейший оператор сотовой связи «Мегафон» первый в России запустил новые технологии передачи голосового трафика. Теперь абоненты компании могут звонить, используя сеть 4G. О том, что смартфон поддерживает в ОЛТЕ, говорит значок в верхней части экрана гаджета. Так одновременно с разговором можно использовать различные приложения. Качество голоса от этого не теряется. В крупном торговом центре или на улице собеседника будет отлично слышно. Новый сервис уже сегодня доступен для всех абонентов Югры. Благодаря технологии ОЛТЕ наши абоненты могут разговаривать с кристально чистым звуком. А возможность совершать вызовы в сети 4G позволяет не прерывать текущие интернет-сессии, а также значительно экономить ресурс аккумулятора телефона. Важно, что новая технология никак не влияет на стоимость услуг связи, что наиболее актуально в наше время. Все вызовы и звонки тарифицируются как обыкновенные голосовые соединения. Услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически, либо в настройках сотовой связи гаджета. ОЛТЕ работает везде, где есть сеть четвертого поколения. Так что, покупая смартфон себе или в подарок, стоит обратить внимание на наличие в устройстве функции ОЛТЕ.